Всем привет! Ну что ж, сегодня я буду делать для вас, что я любила этим летом, потому что наконец лето, это жарко, я подошла к концу. Ребята, я безумно счастлива, что лето закончилось, потому что я не любитель лета, я люблю осень и люблю весну и люблю дожди, но я не люблю жаркое лето. Поэтому я безверно счастлива, что этот сезон закончился, хотя в Израиле до сих пор будет еще очень-очень долго жарко, но в любом случае уже не будет такой сильной жары, хотя у нас сентябрь тоже очень жаркий месяц. Кто-то готовит шашлыки, мне это безумно подняло, потому что я хочу есть. Я пока пришла снимать, усела снимать видео, мне безумно захотелось в нашу жару чая. Так что я сделала себе чаек и буду с вами сегодня делать такие мои фавориты с чайком. Первое, что я вам покажу, это будет система ухода, которым я пользуюсь с летом, которая мне безумно нравится, которая... Я чувствую, что подходит моя коже, я вижу, что моя кожа стала намного лучше, намного свежее, намного менее проблематична, несмотря на то, что проблематичные зоны у меня все равно появляются тут и там, и можно, может быть, это даже заметно на камере. Итак, вот моя система ухода всем, чем я пользуюсь этим летом, чем я безумно-безумно-безумно довольна, потому что все, что я вам сегодня покажу, на мне очень хорошо работает во всех сферах, и мне нравится, как это действует на моем лице, поэтому я толком на самом деле останавливаться не буду, поскольку это просто фаворит, а не обзор. Поэтому быстренько я вам покажу. Итак, первое, вот такой вот, наверное, тоник. Умывалки здесь нет, потому что я не нашла умывалку, которая бы мне на 100% нравилась, кроме моей baking powder от Etude House, корейской косметики. Но про нее я сто раз уже рассказывала, поэтому не хочу я здесь сегодня упоминать. В любом случае, вот такой вот тоник от Etude Cure, я... он с розой, вы знаете, что я не люблю розу, и я не знаю, почему он мне так понравился, он мне безумно понравился. Я сейчас, когда делала заказ после Инсайхерба, заказала сразу три бутылька. Единственное, что он немножко для того количества, что он есть, он немного дороговатый, но он очень хороший, очень хорошо освежает, в общем, безумно он мне нравится. Также на дневной основе я пользуюсь вот таким вот кремом от Antipodes, и таким же кремом для глаз от Antipodes, это киви-крем. Им также можно пользоваться ночью, но еще пользуюсь немножко другим кремом, но я решила вам его тоже не показывать, потому что я не буду продолжать им пользоваться, а буду пользоваться немножко другим от Kiehl's, про который я вам тоже сто раз рассказывала. И вот этим также можно пользоваться, он тут и на ночной, и на дневной. Отличный крем. Слушайте, девчонки, мальчишки, крем для глаз просто великолепный, замечательный, потому что он натуральный, у него очень хороший состав, и он не жирный, он не ложится. Пленка, и он отлично впитывается, он не раздражает мои проблематичные глаза, у меня глаза буквально от всего раздражаются, поэтому не могу нарадоваться. И тут большая такая баночка, тут есть 30 миль. Единственное, что, поскольку это натуральный продукт, нужно его использовать за 6 месяцев, когда, в момент, когда вы открываете баночку, поэтому я как бы ничем другим, кроме него, и не пользуюсь. Вот, то же самое этим, кстати, это я уже сказала второй раз, очень классный. На ночь я использую масла, я не пользуюсь кремами уже очень долгое время на ночь, мне как-то больше идут масла. Я использую вот такое вот масло от Pai, это масло шиповника, оно у них, по-моему, бестселлер. И пытаюсь закончить, то есть не пытаюсь закончить, оно у меня, на самом деле, еще, как видите, новенькое, с доненными волосами, как обычно. Я его очень люблю, я знаю, что это масс-маркет, я сейчас перешла более на натуральную косметику, но почему-то это масло мне очень нравится. Это масло от Clorance, масло лотуса, оно подходит более комбинированной коже, в общем, очень нравится, и мне пользуюсь вечером. Один день пользуюсь Pai, один день Clorance, в общем, чередую. И вещи, которые я хотела вам упомянуть, вы меня про нее спрашивали, я пользуюсь вот таким вот серым, алило, я наконец нашла серым, который мне подходит и на дневной, и на ночной основе, который дает результат, который помогает убирать мои пятна. Я не знаю, если честно, почему я его не упомянула вам в одном из предыдущих видео, когда я рассказывала про прыщи. Мне прислала моя подружка попробовать его, и она мне прислала, и мне хватило того, что она прислала на полтора месяца. И после этих полтора месяца я увидела очень просто реально крутой результат, и я себе заказала, и это можно заказать на iHerb. Я быстренько вам скажу, для чего нужен серум C, это серум C, я вообще-то сказала, и я это записала для того, чтобы это высказать в очень красивой форме. Итак, серум C интенсивно стимулирует процесс обновления моложения в коже, выравнивает цвет лица, усиливает синтез коллагена, повышает защитные функции кожи, оказывает мощное антиоксидантное воздействие. Также отвечает за укрепление кровоносных сосудов, которые доставляют необходимое количество полезного кислорода клеткам. Также витамин C известен своими ранозазовляющими свойствами, потому его можно использовать для лечения прыщей, воспалений, гноников, ран, микротрещин на лице. Если вы все-таки решите для себя покупать серум витамина C, а, кстати, он также помогает с пигментами, пятнами, я не помню, уже говорила, это не говорил, то я вам советую покупать с концентрацией от 15 до 20%, поскольку это самая эффективная форма витамина C. Так что да, вот я пользуюсь таким, здесь 17%. Также этим летом я... Вы знаете, когда я начинала свой канал, у меня было такое, о-о-о, нужно купить много косметики, у всех много косметики, все, что пробуют, мне тоже нужно. Я скупала очень много косметики, в какой-то момент мне это все надоело, я поняла, что какой-то клон, у меня есть все, что есть у других. Я начала избавляться от многого. От много чего избавилась моя коллекция, которую я вообще не считаю коллекцию, стала очень-очень минимальной. Ну, действительно, очень минимальной, кроме что, наверное, помада румян, потому что это две вещи, которые я очень люблю, и мне нравится, что у меня есть много, разноцветные, и всех видов, и типов, и тому подобное. Всего остального у меня было по минимуму. И этим летом я пыталась также закончить все, что у меня оставалось уже по чуть-чуть, и отдавать уже как-то неудобно, и в принципе, это на мне плохо работает, таким или иным образом, поэтому да. Закончила очень много и несколько... Очень много, несколько блесков, помаду, два тональных средства, и вот сейчас я убиваю вот такие вот три помады, которые мне абсолютно не нравятся, но я хочу оправдать то, что я их купила, поэтому я их заканчиваю. Кроме, на самом деле, одной, у меня вот такая вот есть помада от Tom Ford, я когда-то вам давным-давно я показывала в покупках, мне безумно не нравится ее цвет, у нее абсолютно перламутровый старческий цвет на мой вкус, и как она выглядит на мне. Поэтому я решила ее даже не заканчивать, ее просто отдам маме, моя мама умеет помаду заканчивать за месяц, поэтому она закончит. И две помады, которые абсолютно являются хитом YouTube, и которые на самом деле я не очень люблю, но поскольку они, в принципе, неплохо выглядят, я их решила тоже закончить. Это, боже, как ты называешься-то, Rouge Coco Shine от Chanel, номер 54, бой, всем известен. Хочу сказать одно но, несмотря на то, что я не люблю эту помаду, она, в принципе, неплохо увладняет, поэтому я вытащила свою гигиеничку из сумочки и положила ее вместе как гигиеничку. Для загорелой кожи, кстати, эта помада даже очень ничего смотрится на белой кожи, как моя, она плохо смотрится. Ну, как гигиеничка, она неплохо работает, вот у меня осталось чуть-чуть, добью и больше покупать не буду, мне не нравится эта формулировка этих помад. Если уже говорить о люксе, то я люблю Dior Addict помады вот такие, которые они тоже увлажняют, у них такой небольшой тинт, этот тинт долго остается, губы увлажненные, но мне больше нравится из таких люксовых, той же сферы, что ли. И также я заканчиваю Dior Lip Maximizer, он мне не нравится, я вообще не люблю блески, я предпочитаю помады, которые увлажняют, а не блески, он не дико сушит губы. Это звучит странно, потому что вы знаете, что я люблю супер ядерные матовые помады, MAC, Lime Crime, Seventeen, у них этот All Day Stay, что еще люблю? В общем, ядерные такие матовые помады, вот так вот, у меня вот этот блеск высушивает губы, я когда его наношу, он вроде пощипывает, вроде приятно, когда он уже съедается, уходит, у меня губы становятся красными и начинается такое, ну, просто сухие, в общем. Может быть, что-то в нем есть внутри, что вызывает у меня какую-то аллергию, но я его наношу на ночь, поэтому добью, чтобы оправдать те деньги, которые я потратила. Следующее, что я любила этим летом, я не очень любила краситься, в основном я красила столько для вас на камеру, чтобы хоть как-то прилично выглядеть, потому что на камеру, камера съедает очень много цвета, не на самом деле, потому что у меня есть проблема выходить без кассетики, нет, камера съедает много цвета, поэтому я всегда на камеру немножко придаю цвета. Любила этим летом очень красить и расти, слушайте, вы не представляете, какой запах шашлыков, хочу кушать. Где мой муж? Мой муж работает, почему он не готовит ужин? В общем, три туши, которые я пользуюсь этим летом, на самом деле, вот эта тушь от Chanel, это Le Volume de Chanel, она уже, я не знаю, очень долго она у меня, я уже не помню, когда я купила, больше чем полгода назад, я не могу с ней расстаться, мне безумно нравится, какие она ресницы делает, хоть она началась уже немножечко осыпаться и она немножечко склеивает мои ресницы, но она их делает просто кукольными, такими громадными, лохматыми. В общем, эта тушь, когда мы куда-то выходили, какие-то вечеринки, мероприятия, какие-то ужины, я всегда ее наношу и ресницы вот такие вот классные смотрятся. Также у меня появилась новая тушь от Tarte, я вам показывала ее в покупках и относительно новая тушь Bobby Brown, Bobby Brown мне вообще не понравилась, несмотря на то, что я вам говорила, что может быть она стала немножко лучше и перестала мазаться и осыпаться, это продлилось буквально неделю и потом она опять начала осыпаться, в общем, какая-то странная тушь, эффект ее не оправдывает, ее цены, в общем, она мне безумно не нравится, но я хочу оправдать то, что я на нее потратила деньги, потому на каждый день я ее все-таки ношу и добавляю вместе эту тушь от Tarte, которая мне тоже нравится, она мне чем-то напоминает шанелевскую, она немножечко осыпается в конце дня, но она делает тоже такие неплохие лохматые, лохматые, почему я говорю лохматые, такие пушистые, вот пушистые звучат так красивее, пушистые такие реснички веером, в общем, тушь каждый день летом я наносила, не знаю почему, очень часто у меня сезонно есть что-то такое, что я, зато, например, летом, вот сейчас вы видите, там не лак, я почти все лето была без лака, давайте поговорим немножко из одежды, что я любила этим летом из одежды, в этим летом из одежды я любила рубашки, на самом деле не то, что носила рубашки, я любила покупать рубашки, вы видели в моем предыдущем видео, если честно, я как-то поменяла все, что мне было, все, что у меня было более старое, я выкинула, это выглядит тоже как рубашка, но это не рубашка, это платье, в виде рубашки, все более старое я как-то отдала, пожертвовала и обновила абсолютно весь свой гардероб рубашек, вы можете посмотреть предыдущее видео, кто еще не смотрел, еще из одежды этим летом я любила, это джинсовые шорты, я все лето протаскала джинсовые шорты, у меня есть два любимых магазина, где покупать джинсовые шорты, первый магазин это American Eagle, второй магазин это всякие секонд-хенды, где можно купить оригинальные Levi's и обрезать, то есть джинсы Levi's и обрезать их так, как ты хочешь, сделай то, что ты хочешь, в общем, и второй из одежды, что я проносила все лето, от чего меня тошнит, если честно, вот серьезно, когда захожу в магазин и меня тошнит, это белая футболка, вот это вот очень удачная белая футболка, как мне кажется, хотя она немножечко может делать нас больше, потому что она такая бесформенная, но она такая легкая, у нее материал из коса и она выглядит очень на теле непринужденно, свободно, и она хорошо идет и с какими-то простыми вещами, как шорты на каждый день, и также с какими-то элегантными юбками, куда-то там вечерком выйти, да, превратить ваш наряд дневного в вечерний. И также этим летом я очень любила бралетки, если честно, я не знаю, как называть бралетки на русском, в общем, это бюдгальтер без косточек, как маленькие такие маечки, да, в общем, вот видите, сейчас вам покажу, вот такой вот, я их напокупала разных-разных фасонов, вот такой вот более спортивный, с иксом, сзади, разных цветов, проблема в том, что где они продаются, обычно я с моего размера, поэтому я всегда их пытаюсь вылавливать, вам расстегну, покажу свои плечики, тоже вот такая вот белая бралетка, и еще у меня была черная, где-то красивая, не знаю, куда-то я, по-моему, в стирке она, в общем, этим летом я была просто безумно помешана на этих бралетках, потому что это очень удобно, нигде ничего не чешется, не давит, все сидит на месте, выглядит, кстати, очень секси-шмекси, особенно вот эти вот, которые кружевные, у меня есть их несколько цветов, и да, муж мой сказал, что это выглядит даже очень красиво. Следующее, что я любила этим летом, это, конечно же, фруктовые шейки, кто летом не любит фруктовые шейки? В двух словах скажу вам, самый наш любимый шейк как-то так просто получилось, это маленький ананас, большой манго и три нектаринки, полстакана или молока, или воды, или любого сока, немножко льда, все это помешать, и вуаля, это очень вкусно, хватает на две баночки мейсенджерс, то есть хватает где-то примерно, это где-то пол-литра, чуть больше пол-литра, на два ежедель, безумно вкусно, безумно питательно, особенно такой, как наполнник, я обычно прихожу с работы, мы делаем ему шейк, наполняемся, и тогда уже где-то через часа три ужинаем. Ну и последнее, что у нас осталось, о чем вы просите всегда, чтобы я вам сделала отдельное видео, но, ребята, я пока не созрела немножко делать отдельное видео на эти темы, поскольку я вам скажу, почему, я говорю о фильмах, музыке и книге, я не люблю сама смотреть такие видео, и мне сложно делать что-то, что я не люблю сама смотреть, я обычно делаю вам то, что мне самой интересно, есть в этом какая-то логика, вам показать то, что мне интересно, хотя очень часто, когда вы мне что-то запрашиваете, я тоже делаю, но, если честно, запрос, ваши запросы, это не популярные видео, как ни странно. В любом случае, я не готова делать пока отдельное такое видео, но всегда в фаворитах я вам немножко рассказываю о своих любимых фильмах за лето, или за другой сезона музыки, книгах в этом сезоне не было, так что нечего вам надо сказать. А музыка, давайте начнем с музыки, потому что есть только один исполнитель, и обычно вы знаете, что я люблю англоязычную музыку, и этим летом я все лето прослушала музыкальную группу из Британии, которая называется Years and Years, то есть года и года. Я так не поняла, есть ли у них есть, я не знаю, какой альбом мне из них нравится, потому что, насколько я поняла, у них есть только один альбом. В любом случае, я оставлю ссылку на их канал в Ютубе, кому интересно, зайдите, послушайте, может быть, там тоже понравится. Это группа в таком поп-стиле, которая добавляет музыку немножко такую электронную, с 80-х, 90-х годов, и делает ее более такой современной. Это одна из многих групп, которую я также ставлю в своих видео. Между музыкой, которую я ставлю в видео, которую я слушаю, есть разница, потому что в видео надо, чтобы было что-то такое необычное, что не мешает слуху, не мешает слушать мой разговор, и чтобы звучало так прикольно. Знаете, как музыка на фоне, такая же классная музыка. То, что я слушаю, немножко отличается, например, я любительница послушать рок, такой альтернативный рок, я люблю иногда попсу, как отжирно. Я не люблю русскую музыку, я вам уже так говорила из русской музыки. Примерно, что моего стиля, это Иван Дорн, что я люблю, особенно его первый альбом, который, не знаю, как он называется. Дорн, по-моему, так он называется. И теперь давайте поговорим о фильмах. Давайте, чтобы я ничего не забыла. Итак, первый фильм, который я хочу сказать, это русский фильм. И у меня периодически есть заходы посмотреть русские фильмы. Такая ностальгия просыпается. И я люблю очень многих русских актеров. И как-то я что-то искала в интернете, наткнулась на этот сериал «Принц Сибири». Вы, наверное, многие его знаете, слышали. Насколько я поняла, он немного популярен. Может быть, и нет. Там играет главный герой Иван... Я забыла его фамилию сейчас. Я даже за ним слежу в Инстаграме. Вспомнила Иван Житков. И я вообще, я, честно, люблю, как он играет. Мне нравится. Он такой... Ну, короче, мне нравится. Мы остановимся на этом. Прикольный фильм. Прикольно было посмотреть его по вечерам. И там были смешные шутки. Особенно шутка про манга. Когда там ребята нашли деньги. Или думали, что они будут миллионерами. И один другого, по-моему, спрашиваю. Я примерно рассказываю. Что ты на эти деньги купишь? Я поеду в город и куплю себе манга. Я сначала не попала. Что они имеют в виду? Что такое манга? Пока-то мне не дошло, что это манга. В общем, я хохотала с этого. С этой манга. Кроме последней серии, в русских фильмах они умеют испортить все. И последняя серия была просто отвратительная, идиотская, тупая. И не знаю, как это назвать. Ну, а так и сериальчик был такой прикольненький. На расслабухе вечером домой посмотреть. Даже очень было классно. И второй сериал. Это австралийский сериал. Который не пошел у меня с первого раза. Начала его смотреть со второго раза. Я когда начала смотреть первую серию. Австралийский сериал, как и британский сериал, у них такая специфика. Не всем они нравятся. Может быть, знаете, не у них есть специфика, а у американских фильмов есть специфика. Потому что все, что на английском, мы привыкли, что это американское. А все другие страны, они немножко другие. И нам уже как-то... Я про себя буду говорить, почему нам. А уже как-то не по вкусу. В любом случае... И я начала смотреть первую серию. Примерно посмотрела ее 25 минут. Выключаю. Думаю, боже, что за бред собачий. Что за чус. И тут через пару дней я прихожу домой. Как раз включаю телевизор. И опять этот фильм. И я смотрю четвертую серию. И думаю, о, слушайте, интересно. Я посмотрела всю четвертую серию. Без того, что я знала, что происходило во второй и в третьей. Я тогда пошла. У нас есть в телевизоре возможность посмотреть все серии. В общем, и начала смотреть с первой серии. Всего у этого фильма 6 серий. Каждая серия по 40 минут. Он что-то напоминает того, что я вам советовала. Сериал Крах. Но это... Если Крах он такой триллер больше. Такой детективный триллер. Да, The Fall. То это более такой... Комическая драма можно назвать. Он австралийский, а тут британский. Но они что-то в таком похожем жанре. На похожей волне. Вот, по-русски назову это. В общем, этот... Я сказала, как он называется или нет. В общем, этот триллер на русском называется Политические игры. Или на английском Party Tricks. Если вы любите английский, австралийский жанр их странности, в кавычках, я советую посмотреть. И теперь давайте быстренько поговорим о трех фильмах, которые я любила этим летом. Которые мне просто оставили на мне какое-то впечатление. Первый фильм называется В первый раз. The First Time. Его я смотрела у нас на телевизорах. Были какие-то... Что-то там рекламировали. Там Месяц любви. Романтические фильмы. В общем, это такой подростковый фильм. Парни и девушки. В общем, ребята, если кто-то из вас подростки меня смотрят, да и вообще родителям, для понять, что подростки думают. Прикольный такой фильм. Легкий. Это абсолютно романтическая комедия. Для всех. Ничего в ней нету. Несмотря на ее название в первый раз. Ничего нету пошлого. И там играет актриса Брит Робертсон, с которой я любила смотреть когда-то сериал про ведьмы. И... В общем, я поэтому на самом деле и начала смотреть этот фильм. Когда увидела, что она в фильме играет, я думаю, о, я тебя люблю. Давай-ка я посмотрю, что это за фильм. И второй фильм, что мне понравился этим летом, это будет последнее мое, что я любила этим летом. Тоже фильм с Брит. То есть, с той же актрисой, которая называется The Longest Ride. Как он на русском называется? Она может быть долгий путь. Я не привела, я не посмотрела. Я обычно, когда вам рассказываю, я сначала смотрю, как на русских переводят, потому что на русский всегда перевод, как и на иврите. Что-то не имеющее отношения. А The Longest Ride, в общем, это рассказывается история о девушке и парне, которые встретились, а он наездник Родео. И, в общем, история как разворачивается. Фильм очень долгий. Он 2-10, по-моему. Часа я его смотрела дома. Он мне безумно какое-то оставил такое... Не знаю, какое-то впечатление. Остался впечатлением после этого фильма. Он очень романтический. И он немножко в конце, как обычно, американцы умеют это сделать еще более по-американски. Но все равно мне он очень понравился. Я вообще очень люблю романтические фильмы, поскольку по натуре я абсолютно не романтик. И, наверное, вот эта моя романтическая сторона себя дополняет, смотря фильмы, потому что в своей жизни я абсолютно не романтическая девушка. И все эти свечи, цветочки абсолютно не я. Хотя, ну, все мы девочки, все мы цветочки, наверное, любим. В любом случае, я знаю, что в Израиле этот фильм, по-моему, должен выйти в конце года. Ну, как-то странно. В Америке он вышел в начале года. В Израиле я смотрела, что он должен выйти, по-моему, в конце года. И в России он, по-моему, у вас тоже уже был. Так что он уже явно где-то есть в интернете. Я вам оставлю все, что я вам сегодня сказала, ребята. Будет в инфобоксе внизу. Обязательно заходите в инфобокс. Если вы еще что-то хотите меня спросить, заходите на инстаграм. Вы знаете, что я на инстаграме все время отвечаю. Обязательно заходите. Потому что сейчас есть полный бардак с комментарием на ютюбе. И возможно, что я кого-то буду пропускать. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, что-то вас интересует. И вообще просто так сказать мне привет. Обязательно заходите на инстаграм. Увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok